Красную дорожку для гостей постелили прямо рядом с новенькими станками. Фактически предприятие уже работает. Силами российских и китайских специалистов собраны первые 35 обрабатывающих центров. Многие из них уникальны не только для российского машиностроения, но и для мирового. Новое предприятие, которое будет производить станки. Это очень важно в том числе и для Российской Федерации, так как за особенно 90-е годы станкостроение, машиностроение в России было практически утеряно как отрасль. И для нас очень важно, что это предприятие открывается на территории нашего района. Договор о создании российско-китайского предприятия был подписан чуть более года назад. За это время освоено около 500 миллионов рублей. Провезен капитальный ремонт здания, оборудованы офисные помещения и производственные цеха общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Всего же объем инвестиций за три года составит порядка 8 миллиардов рублей. На официальной церемонии открытия было подписано итоговое соглашение между сторонами. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. В финальной части соглашения подписано. Это значит большому делу, большому предприятию быть. Поставщиком технологий стала китайская компания DMTG, имеющая 70-летнюю историю и являющаяся одним из мировых лидеров по производству металлообрабатывающего оборудования. Выход на проектную мощность намечен на 2020 год. К этому времени планируется, что завод будет выпускать до 5000 единиц технологического оборудования в год. Сейчас детали поставляются из Китая, но постепенно подавляющее большинство комплектующих будет также производиться в России. Мы делимся своими технологиями, потому что уверены, что это сотрудничество в конечном итоге выгодно всем. К тому времени, когда предприятие выйдет на проектную мощность, на нем будет работать несколько сотен человек, причем 80% российский персонал. Его будет готовить колледж Московия в поселке Развилка. Сейчас же коллектив завода немногим более 50 человек. Руководство предприятия отмечает, что найти точки соприкосновения с китайскими партнерами порой было нелегко. Очень сложно, безусловно. У нас разные системы, у нас разные подходы. Нужно дать должное китайской стороне, и, наверное, это менталитет китайский, трудоспособность. Уже приехала команда большая, достаточно около 20 человек, китайских сотрудников, которые здесь работают и работают хорошо. Сложно было, но мы нашли общий язык. Созданные на предприятии станки планируется поставлять не только на территорию Российской Федерации, но и за рубеж. Помимо создания рабочих мест и развития инфраструктуры, завод будет отчислять налоги в областной и муниципальный бюджеты. Этот проект лишь один из немногих, который находит свое воплощение на территории Ленинского района. Сегодня у нас реализуется на территории муниципалитета 16 инвестиционных проектов. Шесть из них в сфере производства. Два должны открыться буквально в следующем году на территории новой промзоны Технопарк М4. Сейчас идет соответствующая, так скажем, процедура оформления документов. Таким образом, по объему инвестиций Ленинский район уверенно держится в лидерах среди муниципалитетов Московской области. Максим Козлов, Алексей Руднев, Сергей Ларин. Видное ТВ.